спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы гости на велотреке лака сфинкс это центр велоспорта в санкт-петербурге известный объект пользующийся популярностью и здесь мы не случайно потому что наш первый гость в проекте человек который недавно произнес фразу санкт-петербург известен своей культурой но ничуть не меньше физической культуры и так антон шантырь серебряный призер олимпийских игр в атланте 1996 года и председатель комитета по физической культуре и спорту санкт-петербурга вам не надоело антон игорь антон егерьевич вот я помню себя маленьким когда впервые увидел соревнования по велогонкам я был сильно удивлен поэтому задаю сейчас глупый вопрос который наверняка зададут те же люди которые впервые увидят почему вот он такой этот трек почему он не прямой слушать это вообще в санкт-петербурге у нас трек уникальная своей жизни побывал наверно на велодромах 50 во всех странах мира даже на экваторе в эквадоре кубок мира ехал есть страны где очень много велодромов велосипедный спорт особенно на треки пользуются спросом такого как у нас велодрома нету и это на самом деле такое чудо вот прям чудо потому что нету никаких характеристик и там геометрий велодрома нет то есть человек который построил этот велодром я не знаю но он у него прямая связь там с богом потому что построить велодром в таком объеме чтобы он был ровный с правильной геометрии правильные наклоны прямые с определенным градусом вот здесь просто велодром который на нем велосипедисты сейчас команда питерская едут на рекорд мира а рекорд мира сейчас относительно тех скоростей на которых я ехал 20 лет назад сейчас они такое ощущение что на мотоцикле едут они сейчас привозят нам около 30 секунд на четырех километрах а дистану как бы если ехать 60 китров в час в среднем то это 4 минуты 4 километра они выигрывают тут у нас 20 секунд 20 секунд это больше круга нельзя так поступать нет это прогресс в чем прогресс физиологически ну и безусловно велотрек то есть он позволяет на этой скорости то есть сейчас командную гонку на этом треке едут там 70 китров в час то есть но это очень такого такого велодрома в европе точно нет в европе точно нет в мире может быть где то есть но лучше велодрома по геометрии я уже не говорю по комплектовая по комплектованию там раздевалки не знаю судейские зрительские трибуны функционал вот там теннисные корты были как-то в крылатском теннисные корты но быстро закрылись потому что мячики вылетали здесь ничего никуда не вылетают все друг друга понимают там ну все даже такие мелки у нас вообще самый крутой в мире велотрек или шоссе в вашей жизни что вам больше нравится трек это скорость это быстрое принятие решений молниеносная трек не прощает ошибок никаких вообще малейших не прощает безусловно это определенные требования вызов к тебе как гонщику вот небольшие дистанции соревновательные опять же высокие скорости очень точность должна быть на это все нарабатывается годами вот шоссе немножко другой шоссе расслабляет чуть-чуть у тебя там другой рельеф немножко горы спуске мне очень нравилось в горах и гоняться и тренироваться разозлил ли вас перед атланты трек в испании вообще отдельно есть это отдельная история история про 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 сумасшедшие преодоление у нас наверно просто была мечта какая-то съездить выехать на олимпиаду и завоевать там почетное место никто никогда не говорил и не думал о победах просто мы всегда понимали что мы будем будем биться там до конца вот в этом случае конец был такой вот скажем так ну для меня точно славный потому что предыдущий год отбор на олимпийские игры в атланту был в колумбии вот и мы заняли 11 место в колумбии попали последние команды отбиралась один из команд первых вот на олимпийские игры мы были одиннадцатыми завоевали последнее право на выступление на олимпийских играх поэтому мы не думали о победе какой мы просто трудились делали то что говорил нам тренер делали там где говорил нам тренер в общем-то ели то чем нас кормили все условия это был тренер поэтому условия какие были такие были но я говорю про них нужно складывать легенду для меня этот был велотрек на территории детского сада спортивная площадка с двумя воротами ну и как бы команда зенит пришла там потренироваться это примерно выглядело так олимпийская сборная россии тренируется на велотреке в нашем городе тартоса где там проживает в общей сложности наверное ну тысяч 30 наверное человек просто был круг и мы по нему шарашили ускорялись там делали работу вообще все в дрободан было с другой стороны и школы жизни все через преодоление и потом велодром когда мы ездили на какие-то соревнования в валенсию там тоже велотрек вот там хорошего трек моей жизни был один такой прекрасный человек тренер очень известный в советском союзе к на бельгийской гонке одной из бельгийских гонок после финиша там одного из этапов вечером бельгии привезли нас пионерский лагерь плюс 5 градусов мокрое белье сушиться негде под под краном холодная вода как-то так он вышел говорит что не очень я говорю ну как то так холодно он говорит суши антон чтобы нормально оказалось хорошим нужно попасть в трудные условия скажем так вот другую немножко слов сказал вот нужно попасть трудные условия это говорит о том что все познается в сравнении и чем в бою чем в тренировке тяжелее тем в бою будет проще мы сейчас обсуждаем тренировки подготовку тренировались на этом треке тренировались на том что в принципе подразумевает под собой велосипедная тренировка сел поехал или что как любой как любой циклический вид спорта прежде всего это в велоспорте это выносливость есть определенные элементы велоспорте который характеризует гонщика у кого-то высокая скорость он может высокую скорость достичь на финишном этапе 80 процентов шоссейных гонок заканчивается массовым спринтом финишем соответственно у финишера больше есть шансов победить да то есть вся команда работает на финишера довозят до финиш его раскатывает разгоняет и дальше уже финишный спорт спринт так называемый и хороший крепкий финишер должен победить для этого его готовит команда и все такое есть другие как другая категория гонщиков которые хорошо ездят по горам то есть определенный там склад физиологии и все это горная выносливость а вот поэтому и каждый в своей истории там специализируется и в своей истории пытается уцепиться за победы большинство велосипедистов в части подготовки к основному сезону соревновательному уже большая часть говорю используют велотрек но это скорость быстрое мышление принятие решений где ваш велосипед сейчас находится вот тот на котором вы доехали в атланте великому сожалению не сохранилась ни первого не последнего не атлантского велосипеда понятно что все велосипеды моей жизни они были велосипедами клуба вешаешь велосипед на крючок там приходит новый велосипед и выдают новый это велосипед клуба ты когда перемещаешься там ну вот я уезжал уходил в профессионалы понятно все велосипеды остались пришли малыши там за мной целая плеяда велогонщиков и ребята стали олимпийскими чемпионами на вот которые со мной катались там тот же миша игнать там лёша марков со мной катались кубки какие-то медали остались с велосипедного спорта хотя в александр тольчик узнецова у него тоже такая правильная на мой взгляд была политика относительно наград награды они тоже принадлежат клубу и я до сих пор могу приехать в клуб лакосфинкс кузнецова александр тольщу и на полочке будут стоять мои кубки я в своей жизни уже семьей несколько раз поменял локации внутри даже санкт-петербурга и при переезде всегда что-то теряется где-то еще чуть половина моих наград наград осталось в олимпийских надеждах где 11 лет работал директором спортивной школе я туда их специально привез чтобы не потерялись они вот они до сих пор там короняться я знаю что они в целости сохранности не где-то там в пакетике каком-нибудь завязанном заброшенным на чердаке где-нибудь вы сейчас заговорили об александр анатольевич кузнецове прочитал прочитал про вас удивительную вещь что вы пришли по сути дела к нему заниматься и не оценили величие момент на тот момент велоспорт сразу вас как-то не захватил или я ошибся в контексте прочтения слушайте у каждого своя мотивация наверное к занятию спортом и в какой момент настигнет тебе понимание что это твой вид спорта полностью непредсказуемо у меня было так я в детстве слава богу что у меня были такие родители прям мудрейшие они дали мне возможность заниматься всем вот я говорил там хочу идти заниматься теннисом пожалуйста секция по настольному теннису я в настольный теннис рубился потом сказал хочу заняться большим теннисом по телевизору увидел где-то да пожалуйста пойдемте плавать пошли отвели меня в бассейн там тоже холодная вода я там понял что я не рыба в этой воде тоже как это не пошло но говорю родители быстро реагировали не хочешь такой как бы и не надо ничего мучиться там никто из меня не делал ни пловца не там теннисиста не легко атлета но дали возможность все брат занимался единоборствами тогда мне тоже мне это было некомфортно там я не готов был потому что первый пионерский лагерь кто-то из тренеров приехал боксеров поставили нас в спарринг там я сразу прямой получил в нос понял что там не мое вот у меня лично крови там ну как-то тоже не пошло но переехали помню в сестра редко зима иди лыжами лыжными гонками занимаюсь пришел лыжные гонки классно ну какие-то лыжи там далее там шуршуранул говорит о давай к нам в секцию давайте в секцию потом что-то зима заканчивалась кросс нужно было бежать я побежал кросса выиграл кросс и получилось попал велосипедную секцию по результату кросса то есть дома у меня велосипеда не было там велик что там скоро лето велосипед дадут в секции очень мечта просто в общем я велосипедный спорт пришел из-за велосипеда ну вот потом какие-то соревнования там пошли понеслось понеслось и буквально через наверное год меня уже пригласили в центр олимпийской подготовки афанасий сергей михайлович до сих пор здесь на треке работает именно он тогда подошел к кузнецову сказал вот ну как я понимаю что вот парень там без особых навыков и никогда на велосипеде не катался но судя по всему терпила наш я не помню что у меня чем что меня что мной двигало может быть мне стыдно было перед родителями может быть перед кем-то но это вот такой вот знаете вот день и ночь какое-то терпение вот просто просто ты просто терпишь то есть ничего я там не помнишь я высыпался еще не какая радостью что-то в это что это же на шоссе были командные гонки 100 километров и это я помню это это вообще это надо было столько и вообще иметь здоровье но я не могу сказать что у меня было какое-то здоровье я может быть чисто чисто на терпешке мне кто-то говорит что у меня там мпк а что-то вообще ничего через три года наверно вздохнул и подумал посмотрел там что у меня за велосипед в чем я там что у меня за трусы там и что это холодно тепло ну говорю ну то есть вообще я это какая-то это какая-то жуть там но наверное потому что до этого было как-то много кайфа ну у меня родители такие любящие были они мне говорю вот давали там все пожалуй я не очень хорошо учился тоже такой такой хулиганистый был потому что все таки наверно гормональный фон был высокий и как-то все горело вот так прямо это ну что 45 минут в классе посидеть и как бы не обратить на себя внимание было тяжело кто был вашим первым таким ментором который вас так сказать инсталлировал вашу психику привел ее какой-то такой векторное положение когда вы стали понимать чего вы хотите потому что вопрос логичности с годом наставничества 2023 год определенный период жизни мне попался математик который заставил меня задуматься о том что эти люди есть которые меняют меняют твое мировоззрение вот то есть у меня был такой математик который мне за там за полчаса объяснил что такое математика на чем она держится и ничего сложного в высшей математике нет потому что вся математика это это сложение 1 плюс 1 и не важно что это предметы это мораль какая-то 1 плюс 1 это основа математики если ты понимаешь физически это то все остальное математику ты в принципе будешь осознавать и на основании этого вот этого педагога я понял что на жизненном этапе главное не пропустить этих людей вот это первый был такой человек у меня я не не занимался тогда велосипедным спортом это было по-моему в во фрунденском районе раньше это было купчино как бы я учился там школе к несколько лет это там собаки насколько борисович который преподавал математику в школе я его потом уже не видел но это этап я его вспоминаю очень часто вот там конечно одну там кузнецов александр то лишь как бы это просто легенда там уникальный человек который я сейчас уже вспоминаю что он работая с нами он очень большую прям колоссальную работу проделал над собой все что он нам говорил он все записывал и прослушивал и анализировал но в работу с подростками с детьми для очень важная составляющая потому что мы же как губка впитывали особенно мы понимали что от его решения от его слов зависит все если не здесь то как бы велосипедном спорте нигде а если здесь то ты по-любому будешь на пьедестале то есть чемпиона мира там олимпийским чемпионом по-любому будешь пусть система такая то есть если ты там так как этот паровоз тебя довезет когда я пришел в локомотив кузнецову я с утра вышел на зарядку со всеми нас было 25 человек на зарядке с одной стороны стояла галина георгий царева там двенадцатикратная чемпионка мира дальше стоял саша краснов олимпийский чемпион витя монаков олимпийский чемпион дальше стоял слава и кимов дима не любят только силы приехали 88 год дальше стояла там еще ребята чемпионы мира дальше стоит и я и мы делали все одинаково мы в одно время вставали мы в одной столовой ели в одном душе мылись в одной раздевалке переодевались я просто в колесе болтался и я понимал что дойдет очередь когда кто-то будет у меня в колесе болтаться а я буду справа стоять и так я слева стояла я потихонечку время идет потихонечку если я буду здесь ты и потихонечку перемещусь справа эволюция произойдет я перемещусь направо для меня идеальная ситуация вообще было то есть я такой не очень там какой-то стратег там еще учет для меня очень где какие-то такие вещи были прям понятными было очень комфортно в этом плана был просто терпеть далеко не всегда успехи в спорте перерастают в управленческие навыки вот мы перешли к интересному как раз через математика через вот этих вот наставников вот вы каждые выходные даже чаще открываете какие-то мероприятия соревнования спортивные объекты хотя бы с этого начнем кто вас научил говорить вы спонтанно произносите речи но не все вас заподозрят бывшего спортсмена мне повезло что у меня были очень умные грамотные люди которые меня окружали и более того и даже даже вот в школе я работал там директор мне всегда были какие-то толковые люди которые меня окружали со мной работают реальные специалисты там очень крутые я говорю то что я думаю и я говорю то что есть на самом деле и я работаю в своей сфере где которую я прожил определенный этап жизни я прошел все я был спортсменом спортивной школе я позанимался разными видами спорта бывал в профессиональном спорте формира у меня было был этап когда я в европе организовывал профессиональный клуб достаточно с большим бюджетом и там с феерическим скажем так финалом к сожалению закончился но он победил там этот клуб ребята из этого клуба победили много много профессиональных гонок на вот и потом у меня было славное стечение обстоятельств что я попал в спортивную школу где был велосипедный спорт и много других видов спорта очень классно я про и хоккей я был знаком с очень классным великим там хоккеистом геной цыганковым всю жизнь сопровождали люди и мне говорить не слов мне сейчас говорить о спорте не сложно потому что я ничего не придумал центре велоспорта открыта секция для детей 7 лет она абсолютно бесплатная приводите детей центр велоспорта на крестовском острове и как знать может быть им настолько повезет что они будут тренироваться вместе с антоном игоревичем шантырем которого здесь периодически можно встретить он никак не может расстаться со своей старой любовью велосипедом который принес ему спортивную славу что сейчас говорить детям каким образом вот они приходят спорта и пробуют разные виды спорта что им говорить ты будешь чемпионом или просто занимайся спортом а там увидим первое же самое основное нужно слушать своих детей я вообще не очень отношусь к тем людям которые заставляют детей делать то чего они в своей жизни там не доделали ну как бы потому что есть какие-то очевидные вещи и они зачастую налицо вот я я люблю тех людей которые дают создают условия для детей чтобы у них был больше кругозор и больше возможностей там больше выбора вот в разных ситуациях нужно безусловно не нужно жить ради детей ну вот вот прямо вот ну нужно заниматься собой определенное время обязательно нужно за не нужно уделять воспитанию детей но основной элемент воспитания все-таки это личный пример можно много слов говорить если ты говоришь и там детям своим что курить вредно курить не надо но при этом ты на кухне там сидишь покуривая штуковую смысл в разговорах но никакого тоже самое про книги говори что нужно читать потому что это база как бы она развивает твой мысль и мыслительные аппараты дикцию и все остальное вообще в книгах же сама суть в книгах она тебя заставляет мыслить ты при этом книг не читать ну родителям то есть как бы дети естественно не будет это делать детей больше нужно хвалить потому что дети безусловно нуждаются в первое что в поддержке то есть чего бы ребенок не делал говорить ему что это не так там и откуда мы знаем так это или не так ну мы не знаем потому что у него своя жизнь вообще там уже с детства но в полуторалетнем возрасте ребенок начинает чувствовать себя отдельно от родителей ну до этого он непосредственно от мамы себя не отделяет потому что он там грубо говоря через грудь питается и не разделяет себя он не определяет себя как отдельным человеком там полноценно вот в год в полтора он себя и и все и тут уже нужно смотреть что он делает просто у нас в стране прям назрела реформа детского спорта мы сейчас этим занимаемся с футболом но просто там как бы подача прям с федерации футбола россии с федерации футбола санкт-петербурга реформа детского спорта потому что мы погрузились в результат в результат но все хотим от детей хотим результат причем очевидно понимая что в принципе результат может требовать от человека особенно в спорте когда у него произошло общее созревание когда он стал ну как бы мальчик стал мужчиной тогда у него ну проявились как бы качество допустим в игровых видах спорта основа основ это игровое мышление оно дает человеку принимать нестандартные решения потому сейчас и игровые виды спорта ускорились как велосипедный спорт ускорился и все остальное ускорилась поэтому тот кто принимает в игровых видах спорта нестандартные решения тут и побеждает за ними сейчас погоня но мы в спортивную школу в семь лет набираем по простым тестам кто быстрее соответственно физиологически кто там больше отожмется кто ну понимаете но в семь лет мы отбираем даже в игровые виды спорта по тестам которые не дают полной картины его предрасположенности к игровому виду спорта парень который ну как бы поздней созреваемости слегка он там сидит на скамейке зачастую мы стремимся к результату к результату через каких-то ребят которые там быстро окрепли и через них пытаемся не факт что они в этом виде спорте да будет что-то достигнут в 8 в 9 в 10 лет они приносят победу в этом виды спорта но когда происходит половое соревнование когда нужно нестандартно и быстро мыслить их уже не хватает в 13 14 лет со двора приходит ребята и всех зачесывают понимаете основная задача тренера сохранить контингент и обучить навыков то есть это навыки которые в конечном итоге при сложении всего из при созревании и появлении там игрового мышления проявление его она даст сформирует хорошего игрока опять же вы видите как развиваются в городе различные виды спорта может быть какие-то новые для вас с точки зрения фокуса внимания вот если бы вы были бы мальчиком сейчас какой новый вид спорта вас будут заинтересовать раз вы так много всего перепробовали возможности очень много не знаю я циклик вот я сейчас там увлекся триатлоном некоторые вещи через преодоление потому что но как бы мне тяжело бег там давался но опять же бежится тому кто бегает плывется тому кто плавает там яйца на велосипеде того кто едет на велосипеде ну то есть циклике это так это как на лыжах то есть технику поставить там можно и медведю на велосипеде вот а чтобы почувствовать чтобы пространство работал на тебя да ты должен это пережить это то есть для пережить и для переживания этой ситуации нужно время мне я не я не быстрый мне нужно чуть больше времени поэтому я сейчас увлекся триатлоном хочу себя как бы попробовать в этом вот ну и занимаюсь мне интересно для вода это стихия там плавать кузнецов заставлял нас всегда то есть определенная база в плавании есть на это плавание кое-как но вот сейчас пытаюсь и технику какой-то плавание поставить вот чтобы прямо мне был у меня у нас в велосипедном спорте был такой легендарный велосипедист питерский там осокин он пришел в плавании да 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 и кузнецов говорил что спрашивал у него а чего ты в плавании то ушел то там щекает ну там дельфин наступил такой момент когда я почувствовал когда я вхожу в воду вот у меня как у рыбы вот эти вот чешуйки они в другую сторону то есть меня все останавливает да я решил что значит нужно поменять там плавание на велосипедной спорте это он пережил то есть он он прочувствовал вот эту вот атмосферу вокруг то есть она он понял что она его останавливает может быть он наоборот ее просто начал чувствовать и понимать что ну как бы он не благодаря а вопреки ваш коллега по триатлону и коллега по городской жизнедеятельности вице-губернатор борис петровский отмечал то что вы ему даете мудрые советы по велосипеду но тоже жаловался на плавание может быть здесь какой то тоже от вас был бы совет я ему на самом деле говорю надо просто начать и начать и для себя поставить определенную там цель потому что еще раз говорю что плавание как велосипед как бег как лыжи как многие многие циклические виды спорта он на ощущение себя в этой вот в атмосфере в этой приходят со временем мы в свое время говорю велосипедисты плавали каждый вечер по полтора километра для нас это было восстановительная тренировка другой обмен веществ теле начинается гармоничная разве гармоничное развитие там всех групп мышц где-то расслабляется по пупо поймать динамику там же ты толкаешься у тебя есть фаза напряжения есть фаза расслабления если постоянно будешь работать в плавании далеко не уплывешь то есть эту фазу нужно ловить чтобы ее ловить нужно прочувствовать вообще динамику и это классно это ощущение просто мира который дает новые знания и новые умения вот и я потихонечку я уверен что мы в этом году начнем плавать борис михайлович да он классный он знаете нового я ничего ничего нового и сверхъестественного не говорю относительно велосипеда просто он я когда первый раз его на велосипеде увидел знал что он там теннисом занимался ночью сын такого великого культурного деятеля действительно действительно в культурной семье воспитанной то есть у него очень классное образование очень классные стержень и такой фундамент это 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 о чем о том что родители на примеры родителей основное воспитание то есть не надо что-то какое-то придумывать вот родители как бы складники в семье мир любовь папа любит маму мама любит папу не там мама любит детей я папа любит работу как бы вообще не надо там за детьми бросаться еще что им надо дать свободу вот и их любить потому что они дети а не потому что там конфетку им дать конфетка это не воспитание не любовь да да и по любому да то есть ртом борис мехалычу у него классная база обалденный плюс про понятно классическое образование петербургская там жизненный опыт там всю жизнь в эрмитаже это целая дупин другой мир вообще и все остальное когда я увидел его на велосипеде сидящим я понял что он с детства занимается велосипедным спортом то есть чек на велосипеде ситах как велосипедист откуда не понимаю вообще ну как бы может быть для него это какая-то мотивация там что я сказал вообще дай ну и ну реально прям велосипедный он спортивный классно бежит вот спортивный реально спортивно не знаю как как у него это я уверен что он будет и плыть когда он поплывет у него по технике будет вообще космоса плавание плавание техника это ну наверно 70 процентов плавали вы упомянули важность чтения книг и в одном из интервью говорили что того чтобы отложить вечером гаджет достаточно почитать детям книги что вы и делать какие книги вы читаете своим детям но много детских книг на тумбочке какие попадаются такие беру причем я заметил был такой этап у меня когда я стал брать книги и начал читать и не вяжется смысла нету ну не по-русски написано я понял что сейчас подавляющее но может быть не подавляющее но есть книги которые явно компьютером переведены и я их отложил и взял у нас много книг моей жены которые приехали с ней с ее детства вот и мы читаем простые красивые классические книги сказки там маршака и и же с ними да просто берем и читаем сразу прям но поэтому очень быстро это происходит сразу спать куда потому что это происходит вечером к сожалению сначала мы должны поговорить все обсудить у кого какие дела кто чему научился там дочка у меня активная в детский сад ходит на руках на руках ходит да да занимается там танцами ходит на руках при этом сын у меня в хоккейной школе занимается хоккеем все никак его не отговорить перестать заниматься хоккеем не знаю ну как бы когда когда он я просто я за за эксперименты за поиски за все мне кажется что он такой активный позитивные у него все такое все у него все превращается любая проблема повышь превращается в какой-то позитив жизненный ну классный парень по нашему да и мне хочется чтобы у него был какой-то поиск какие-то навыки новую еще чудо мы его там и плавание и плавание и что-нибудь там велосипед не велосипед и футбол не футбол там и бокс не бокс и он все равно как-то погружается в конечном итоге в сезоне в хоккей учится в хоккейной школе играет в хоккей в этом году начал что-то там забивать то есть многие человеческие такие качества в нем есть поэтому я спокоен вообще не парюсь но все время предлагаем какие-то какие-то новые новые досуг вот вы упомянули сестра резко что вы естественно есть в том направлении это ваши родные места вот когда вы едете по дороге в ту сторону и вдруг упираетесь в колонну людей на велосипеде в форме которые тренируются за которых ему едет 30 километров в час что вы думаете и хочется ли вам вам что-то им сказать такие истории да бывает но последнее время последнее время мы выезжаем по выходным а вот в прошлом сезоне я много достаточно часто по утрам просто ездил на работу знаете вот здесь я встречаю много ветеранов ну так называем любительские группы сейчас они придут кстати 8 вечера начнут кататься с ними весело классно вот и мне хочется со всеми поздороваться спросить откуда откуда они все на полном фоксе там все одеты обутые в классном амундировании на классной технике на велосипедной которую меня в свое время и не было даже когда я профессиональным уже велосипедным спортом занимался на вот то сейчас мир как-то прогрессу прогресс уходит возможности и все причем я смотрю что много отечественной формы появляется классная в прошлом году допустим там половинку дистанции как бы триатлона делал как я в отечественной форме там это все и у меня даже не вы я потом только подумал что это в отечественном ветре который делает у нас форму в россии никогда не думал что у нас классную форму будут делать но ее уже делают и многие велосипедисты там ей пользуются класс но в общем все развивается все и меньше наверно хочется сказать больше спросить потому что как-то обратную какую-то какую-то обратную хочется и историю получить от людей которые занимаются сейчас физкультурой и все ли хватает здоровый дух может быть только в здоровом теле вот поэтому занятие физической культурой должно быть потребностью человека и вот мы комитетом там по спорту санкт-петербург и перед с тобой составим задачу не не даже не увлечь людей физкультурой не заставить заниматься физкультурой а сделать так чтобы люди ли люди поняли что у них потребность в занятии физической культурой почему потому что это ну там здорово модно это как-то уже так но не очень в тренде там все эти фоточки я там спортом занимаюсь наверно классно но как бы все равно это уходит на второй план относительно там просто здоровье человеческому пережили пандемию и поняли что лекарств там от вирусов нет чего еще есть там иммунитет это здоровье здоровье это активный образ жизни лишний вес там отсутствие активности и там это все там нет ни про здоровье не про иммунитет безусловно это все укорачивает и жизни и даже та жизнь которая вам выделена в этого в этот период вы просто промучитесь все это время смысла в этом вообще нет да лучше получать удовольствие от преодоления физических нагрузок и получать от этого кайф чем как бы мучиться там не знаю с бутербродом или там или еще с чем-нибудь да поэтому поэтому основная у нас задача на сделать так чтобы человек понял что что ну по у него прям потребность появилась и он начал искать возможности а возможности и всегда есть если потребность есть то возможность найдешь питер там не просто так там беговая столица россии самое большое количество бассейнов там стране у нас в городе у нас потом там футбольная столица страны у нас хоккейная столица страны у нас дома там баскетбольная столица страны хоть там не очень заметно но это так и не просто так зенит там баскетбольный стал чемпионом страны и не важно то что мы на болоте у нас там не так много солнечных дней для спорта это неважно потому что спорта это через преодоление через не хочу через не могу через выехал на велосипеде снег пошел это про спорт это про спорт когда ты в снег на велике я когда ты на лыжах по траве наверно не так но на лыжах по траве у нас там тоже ребята тренируется я определенный навык при этом приобретается вот поэтому я верю что в петербурге это будет именно так потому что у нас задача там к 30-му году к 30-му году и очень не хотелось бы эти цифры рисовать подписывайтесь на соцсети спорта день за днем и оставляйте в комментариях свои пожелания каких известных спортивных людей вы хотели бы видеть следующих выпусках